МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зрителям казалось, будто они слышат то причудливые голоса птиц, то призывные трубные фанфары, то нежное пение флейты. К чему я сегодня вспомнила про Паганини? А вот к чему. Дмитрий Тертышный из города Тамбова пишет. У меня к вам просьба. Расскажите, пожалуйста, про имитацию в музыке. Смотря что ты подразумеваешь под словом имитация, дорогой Дмитрий, это понятие в музыке может обозначать два совершенно разных явления. Имитация буквально переводится как подражание. Причем имитировать в музыке можно не только природные звуки, но и всевозможные ощущения. Это очень интересная тема для нашего разговора. Ну а еще есть особый композиторский прием, который очень часто применяется в полифонической музыке. Он тоже носит название имитация. Но я все же начну с первого значения. Думаю, не ошибусь, что подражание свойственно любым видам искусства. Художники-живописцы с древних времен считали своим высшим предназначением подражание природе. Они стремились запечатлеть на своих полотнах хотя бы тень той величественной красоты, которую создал творец. А танцоры? Они подсматривают характерные движения у птиц и зверей, чтобы потом использовать их в хореографических номерах. В классической музыке, друзья мои, тоже можно отыскать массу интереснейших образцов имитации. Начнем с самого простого. Вы слышали пьесу «Кукушка» Луида Кена. Послушайте. Вы только послушайте, как французский композитор мастерски имитирует кукование птицы с помощью характерного интервала – малой терции. Ну, а теперь пример более сложной имитации. Сейчас вы слышите фрагмент шестой пасторальной симфонии Бетховена. Стремительные пассажи скрипок создают ощущение неистовой бури, разыгравшегося внезапно шторма. От тремола литавр изображают грозные раскаты грома. А как вы думаете, можно ли звуками музыкальных инструментов сымитировать лунное сияние? Французскому композитору-импрессионисту Клоду Дебюси это удалось. Его пьеса так и называется «Лунный свет». Вы только послушайте эти тихие прозрачные созвучия. Неторопливое движение мелодии на 9 восьмых создает ощущение мерцания, тихого, призрачного лунного сияния. Но не только природу можно изобразить звуками. Композитор Артюр Аннегер сумел блестяще сымитировать движение железнодорожного локомотива оркестровыми средствами. Произведение, которое вы сейчас слышите, носит название «Пасифик-231». Вслушайтесь в эту музыку необычной. Возникает почти физическое ощущение несущегося мимо вас локомотива. В наши времена имитация в музыке тоже используется довольно часто, особенно в кино или мультипликации. Тем более в арсенале современных композиторов не только акустические, но и всевозможные электромузыкальные инструменты, которые по самой своей природе – прекрасные имитаторы. До сих пор я не упомянула ни одного произведения Иоганна Себастьяна Баха. А ведь имитация в его музыке играет особо важную роль. Хотя имитация – это совсем иного плана. Слушайтесь в эти чудесные звуки. Музыка Иоганна Себастьяна Баха – непревзойденная вершина полифонического искусства. Друзья мои, а вы знаете, что такое полифония? Или как принято у нас, у музыкантов, называть полифония? Полифонос – значит много голосов, то есть многоголосия. Нам с вами, любителям музыки, живущим в 21 веке, чаще приходится слышать гомофонную музыку, то есть музыку, в которой есть одна главенствующая мелодия. Все же прочие голоса и партии – это аккомпанемент, сопровождение. А вот в музыке Баха могут существовать несколько совершенно равноправных мелодий, которые звучат одновременно. Они то соперничают, кто из них красивее, то идут бок о бок, то догоняют друг друга. Причем вместе эти мелодии образуют единое гармоничное целое. Это и есть полифония. В полифонических произведениях голоса часто подражают друг другу. Этот прием и называется имитацией или имитационной полифонии. Иоганн Себастьян Бах в совершенстве владел приемами имитации, которые придумали его предшественники. А мы с вами можем лишь только восхищаться мастерством маэстро, с которым он применял эти приемы в своих фугах. Кстати, о фугах. Одна наша телезрительница, Наталья Чернецкая, судя по всему, интересуется как раз фугами. Виолетта Модестовна, я очень люблю слушать орган, особенно токату и фугу ре минор. Расскажите, пожалуйста, про это произведение. С удовольствием, Наташа! С удовольствием, Наташа! Токата и фуга ре минор – это самое известное и исполняемое во всем мире органное произведение. Точная дата его создания неизвестна, но исследователи утверждают, что Бах написал его уже после того, как слышал в Любике игру великого мастера Буксты Худы. Состоит произведение из двух связанных между собой частей – токаты и фуги. То есть это полифонический цикл или, если хотите, двухчастная сюита. Первая часть – токата. Именно она задает основное настроение – характер. В переводе с итальянского слово «таката» означает «прикосновение», «удар». Токаты можно встретить у композиторов, живших еще до Баха. Это виртуозные пьесы, написанные для клавишных инструментов. В них, если исходить из названия, преобладает аккордовая ударная техника. Токата ре минор очень хорошо запоминается благодаря своей яркой теме. Таката играет роль прелюдии. Это как бы свободная импровизация, которая подводит, подготавливает нас к сложной величественной фуге. Фуга – это самое сложное из полифонических произведений, вершина мастерства. Фуги могут быть двух, трех, четырех и даже пятиголосными. В начале звучит одноголосная тема. Потом к ней присоединяется второй голос. Чуть позже вступает третий и так далее. Они словно бегут вдогонку друг за другом. Отсюда и название – бег. Наша фуга ре минор начинается вот с этой темы. Как только эта тема прозвучала, ее подхватывает другой голос, но уже в иной тональности – в соль миноре. Первый же голос по-прежнему продолжает развиваться. Это и есть яркий пример имитации. Фуга четырехголосная, поэтому тема последовательно проводится во всех четырех голосах. Только не думайте, что на протяжении фуги голоса все время бегут друг за другом. Этот бег временами прерывают свободные эпизоды интермедии. Они похожи на импровизацию, хотя записываются точно в нотах. Имитация бывает разных видов. Часто имитирующая мелодия в точности повторяет исходную, но иногда она проигрывается большими или меньшими длительностями. То есть вместо четвертей появляются восьмушки, а вместо половинок – четверти. Реже мелодия в имитации вообще может начать двигаться с конца в начало. Подобно тому, как рак пятится назад, такая имитация так и называется – ракоход. Все эти приемы композиторы разрабатывали на протяжении столетий. А Иоганн Себастьян Бах, благодаря своему таланту и неиссякаемому трудолюбию, изучил эти приемы, усовершенствовал и на их основе создал великолепные музыкальные произведения, которыми мы не перестаем восхищаться спустя три столетия. Надеюсь, после сегодняшней передачи вы будете слушать музыку немного по-другому, станете лучше и глубже в ней разбираться. И если это так, то мы не напрасно создаем наши программы. А сегодняшняя наша встреча подходит к концу. Ребята, присылайте свои вопросы. Они вдохновят нас на создание новых передач. Пишите нам по адресу 109-147 Москва, улица Марксийская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Электронные письма оставляйте на сайте радостьмоя.ру Я прощаюсь с вами до следующей передачи. Желаю вам доброго здравия и творческого вдохновения. Ваша Виолетта Модестовна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин